А там пещерка такая внизу. Да, отплывай сейчас. Заснимем эти блики на расстоянии. Нет, ты назад немножко. Ты здесь не проплывешь здесь. Это мы плывем по Кернт-Ривер. Или Карнт, как правильно она называется. Да, что-то по-разному сидит. Только я не слышала, что довольно гидро. Играет прямо солнце бельками. Чем поправят мусульманские столациты в аппетитовую? Красота. Да. Замечетик крупный, альбамы. Такими вопрошениями привезли. Угу. Красота. Наводнение было три месяца назад. Три месяца назад было наводнение. И вот какую мы увидели тут рогатку, которая зацепилась за дерево. Да так высоко. Метров семь, наверное, над водой. Или десять даже, да? Несколько метров. Огромное вот здесь дерево стоит. Огромное. Метров десять она над водой, да? Когда мы с Виталией хотели плыть. А, когда вы хотели с Виталией, а реку закрыли. Вон дерево с корнем выдрало, несло его по реке. Вот эта рогатка. Рогатка застряла на такой высоте. Вот. Там внизу кустарник. Потом идет само дерево. Вот оно вверх, вверх, вверх. И вот эта вот рогатка застряла на дереве. Кошмар. Кошмар. Как бедным мамонтам. Да, как бедным мамонтам. Правда, что. О-о-о. Вот речушка сейчас, она такая спокойная. Кёрн-тревно. Видно, видно, что здесь буря была. Что здесь неслась вода. Вон деревья то и дело. Поваленные деревья с еще зелеными листиками. То есть недавно их повалило. А вот здесь мы проплываем мимо небольшого водопадика. Вот такая возле него холодная вода. Этот водопад, наверное, откуда-то из-под земли утекает. Ручей этот вытекает из-под земли. Горная река под землей. А, ты там с пещеры там выходишь? Наверное, с пещеры, да. А, ты туда. Ой, какой пляж. Вот бы где-то купаться. Ты хочешь купаться? Здесь есть. Купание, купаться. Мне кажется, здесь мелковато. Ну, как хочешь. Если хочешь здесь, то можно и здесь. Да нет, ладно. Где-нибудь под скалой бы. А вот эта речка, это отдельный ручей. И вытекает, ну, не знаешь уже его ручьем. Это целая речка. Вытекает, это речка из-под земли. Вот она тоже, где она вытекает. Вот эта речка. А вот это целая речка. Холодная, холодная, ледяная. А там написано под скалой. Клоуст закрыта. Потому что туда много желающих залезть. Клоуст. Вот здесь такое здание. Здесь, наверное, была плотина когда-то. Ой, не плотина. Ой, не плотина. Здесь когда-то была мельница, наверное. Такое здание вот из этого мизурийского камня. Куда входят еще. Потому что там какие-то редкие летучие мыши селятся. И нельзя их беспокоить. Но вот этот мизурийский камень, он такой типичный. И этот же камень валяется в грибке, в которой мы плывем. И вот, что мне очень нравится в Америке. Здесь везде стоят такие объяснительные доски, на которых все подробно описано. Оказывается, то, что я думала, что это мельница, оказывается, это был госпиталь. И здесь был как бы курорт, где лечились от астмы. Потому что они заходили в пещеру или заплывали и дышали воздухом из пещеры. И он считался целебным. Но я не знаю. Но потом оказалось, что, в общем, не помогал этот воздух. И предприятие разорилось. Три года это существовало. Вот этот ручей впадает в речку. И мы считаем, что по этой речке первым привод поплывал. Здесь тоже остатки поваленных деревьев, принесенных сюда во время наводнения. А вот там две, три, три сливаются. Одна, так же, в Америке. И две обычные. Мы поймали, что лень. Субтитры сделал DimaTorzok Это американская рыбалка, поймать и выбросить Какие здесь сочные папоротники и все вниз растут Ой, какие красавцы Красавцы какие Сочные Красивый фул И красивое отражение его в воде Камень, да, как на Урале говорят На Урале, да Нет, там называют как утес, так и камень Почему-то Нет, утес это Нет, утес не используется там слово Утес это по Волжье слово Если на Волге утес Ну вот какие камни тебе запомнились на Чусовой На Чусовой какие камни запомнились Вон там грот Дыроватый камень Грот Дыроватый камень Вот это дыроватый камень Да, уж дырявее чем в Мизури камней редко где увидишь Да Вот мы сняли здесь такую кабинку Мы будем здесь ночевать Кабинка это по-английски кабель По-русски это домик Со всеми удобствами Здесь есть туалет Душ Так, здесь кухонка Стоп Кухня, микроволновка Все как влагается Холодильник Но самое главное Это мы будем сегодня Смотреть закат Забыл спички Мы сегодня будем смотреть Прекрасный закат Отсюда, а ночью Я надеюсь, что мы увидим звезды Небо сверху чистое Правда, в стороне заката Там тучки кое-какие Но может быть Может быть Мы еще посмотрим Прекрасные звезды Что интересно В этом году Очень много цветет цветов Сныть трава По-русски По-русски это называется Сныть трава По-английски нам Мужик, который Нас сюда подвез Он говорил Как это по-английски Называется И он тоже сказал Что в этом году Очень много таких цветов Но я как-то не запомнила Как это называется По-английски Вот Но мне Эта сныть трава Очень нравится Горит костерок Темнеет уже небо Мы ждем звезды Сочи наползают Владик сейчас Подбрасываю Так Вот звезды видно или нет Вот одну звезду видно Дикие цветы Мизури Вот эти голубые Это Цикорий Из которого делали кофе В России Из Корнеева Там вот сныть трава И еще какие-то Интересные цветочки Такие Сиреневые Я таких Никогда еще не видела Ну конечно Может и видела Не обращала внимания Вот такие Интересненькие А сныть трава Во всех фазах Интересно Вот такая вот фаза Такая Такие вот едва распустившиеся Полностью распустившиеся Там как раз собирает Нектар С этого цветочка Красавица Вон еще одна красавица Сидит Вон еще летела Вот эту поснимаю Тогда Вот она сныть трава Ой, как ее много Красота Просто картина Шишкина Поехали смотреть на звезды Звезд мы ночью Практически не видели Не было заволоклов Но зато Зато изумительная сныть трава Это просто чудо Сколько ее Сейчас здесь цветет Как и после Солнечной Академия Академия Разбер cola Продолжение следует... 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 А вон Владик-хулиган. Он залез на столы. Здесь целая куча столов. Сами столов, которые с 70-х годов отслужили с вами. Ну что интересно, вот такие столы, они ведь по всей Америке, да? Да. В любой штат поедешь, и везде вот такие стандартные столы пикниковые. Значит, ты говоришь, что уже танцевать на этом столе нельзя? Я бы не стал. Провалишься в тар-тарары. Пошли дальше. Пошли. Так, что это такое? Это так называемая пейстейшн. Те туристы, которые здесь встают на ночь, вот там внизу у реки, большая группа, до 45 человек, должны платить сюда, вот, 50 долларов за ночь. Кидать бумажку. За всю группу 50 долларов. Ну да, тут на 45 человек. Там куча мест. И просто это на честность рассчитано, что люди возьмут и туда вот положат 50 долларов. А вот нет. Может быть, еще они встанут лагерем, а приедет этот рейнджер, скажет, а вы заплатили? Откроют, а тут ничего нет. Может быть, и не на честность. Да? Да. Нет, там же бумажку надо вон ту желтую заполнить. Так заполнить-то можно, а деньги забыть. Да нет, это в России так деньги забудут. А то и вытащат те деньги, которые уже там есть. А здесь люди честные в основном-то. Кому надо портить свою историю, так сказать, кредитную или историю честности, порядочности. Да, кто их знает. Найдутся люди. Да нет. Вот мы едем по дороге, везде сныть трава вокруг. Это мы уже возвращаемся назад. А, да. Уже и накупались, и наплавались. Значит, уже домой. Хочется уже домой. Это агрегатка, где-то стоит. Иногда едешь, и такие красивые агрегаты сельскохозяйственные стоят. Живописные. Просто загляденье. А сейчас я буду снимать корову. А сейчас я буду снимать корову. Тут куда-то. Я не чувствую. Сейчас заснула. А сейчас я буду снимать корову. А сейчас я буду снимать корову. Продолжение следует...